Картофель является незаменимым растительным продуктом, но только после тепловой обработки. Свежий картофельный сок, польза и вред которого зависит от качества исходного материала, является лекарственным напитком. Его прием обусловлен некоторыми ограничениями по здоровью, дозировке и продолжительности курса. Сырьем для лечебного напитка служит картофель. Важно найти клубни, росшие с минимумом подкормок и обработок во время вегетации. Картофель, как губка, впитывает из земли, усваивает из воздуха всю таблицу Менделеева. Поэтому важно использовать экологически чистый продукт. Источником может стать собственный дачный участок. В лечебных целях отбирают картофель среднего размера из здоровых кустов. Он не должен иметь зеленого налета на шкурке. Используют картофель, начиная со 2 августа. Это день первого угощения молодой картошкой. В феврале, даже в холодном погребе, картофель теряет свои полезные свойства для лечения. Чтобы картофельный сок вместо пользы не принес вред, на рынке у дачников покупают только продукцию из домашнего хозяйства. На больших площадях технология выращивания основана на интенсивных подкормках. Почему опасен непроверенный продукт? Можно понять из химического состава сока. В него входит 30 элементов, многие из которых встречаются в других культурных растениях крайне редко. Полный витаминный набор по группе В, присутствие витаминов С, Е и РР позволяет усилить ферментный ряд организма. Присутствуют в составе аминокислоты, картофельный белок туберин, фенольные вещества, пектины. Такого богатейшего состава не представляет ни один продукт. Элементы входят в набор легких для усвоения органических соединений. Однако именно сложный химический состав картофельного сока может принести пользу и навредить и неправильном использовании продукта. При тепловой обработке часть полезных веществ разлагается, часть переходит в раствор или видоизменяется. Поэтому чем быстрее выпьет свежий сок, тем больше в организм поступит полезных веществ. Другим непременным условиям становится ограниченное употребление напитка. Вещества, полезные для организма в малых количествах, при неконтролируемом применении могут стать отравой и нельзя готовить сок из подмершего картофеля, из клубни с зеленоватой шкуркой. Клеточный состав такого продукта содержит много соланина, ядовитого вещества. Проросшие клубни также непригодны. Использование сока длительное время недопустимо. Сок вредно действует на поджелудочную железу. Возможно нарушение баланса процессов в организме и есть сырой картофель невкусный и от него мало пользы. Сок из сырого продукта применяется в народной официальной медицине. Польза картофельного сока подтверждена официальными исследованиями. Физиологическое действие целебного напитка на организм основано на большом количестве крахмала. При проблемах ЖКТ он обволакивает стенки органов и блокирует слизистую оболочку от пепсина желудочного сока. При этом следует знать, напиток понижает кислотность в пищеварительной системе. При гастрите на фоне пониженной кислотности принимать картофельный сок нельзя. Напиток имеет щелочную форму, нейтрализует кислоту, которой и так недостаточно. Картофельный сок помогает при различных недугах, связанных с различными воспалительными заболеваниями. Для очищения печени, почек, ЖКТ, нейтрализует токсические вещества и выводит из организма, способствует насыщению организма минералами и витаминами. Для лечения картофельным соком организм готовит заблаговременно. За три часа дня следует исключить из меню белковую пищу нерастительного происхождения. Чем длиннее срок вегетарианской диеты, тем эффективнее будет результат. Острая пища несовместима с приемом сока. До начала лечения следует дважды очистить ЖКТ с помощью клизмы. Готовит организм одинаково, а график приема целебного напитка зависит от причины, заставившей прибегнуть к приему напитка. Прежде, чем использовать в лечебных целях картофельный сок необходимо проконсультироваться с врачом. Имеется противопоказание к применению, особенно это касается больных диабетом, проблем с функцией поджелудочной железы. При разных заболеваниях как пить картофельный сок, решает целитель. Он назначает курсы количества напитка, которые измеряют не стаканами, а столовыми ложками. Если больной страдает язвой 12-перстной кишки, ему положено два курса по 10 дней. За полчаса до приема пищи нужно выпить по 10 столовых ложек сока. В течение дня сок используют 2-3 раза. За это время состав создаст на стенках защитную пленку, способствующую заживлению ранки. Проводится два курса с перерывом 10 дней. Больше принимать сок в течение года не следует. Картофельный сок при панкреатите употребляют в виде коктейля. Состав готовит, взяв по 12 столовых ложек морковного и картофельного сока. Выпивать смесь соков нужно только утром на голодный желудок. Лечение продолжается два курса по 10 дней. Отдых составляет декаду. Вторичное лечение можно повторить не раньше, чем через три месяца по согласованию с врачом. Больным гипертонией прием целебного напитка показан утром на голодный желудок, после пробуждения, в течение 10 дней. Результат будет заметен уже через несколько дней. Организм насыщается калием и магнием, укрепляется сердечная мышца. Но повторять прием сока можно только через 20 дней, чтобы не перегружать остальные органы. Дозировка стандартная – 10-12 ложек за один прием. Картофельный сок при гастрите снижает изжогу. Понижение кислотности снижает агрессивные свойства желудочного сока. Крахмал, обволакивающий стенки пищевода и желудка является зашитой воспаленных стенок. Сок снижает токсикой субеременных. На первом триместре он помогает справиться с тошнотой, на втором – с изжогой, и всегда является средством от запоров. Принимает сок утром и вечером, по 7 дней с перерывом. Если результат достигнут с первого раза, злоупотреблять не нужно. Сок способствует заживлению и смягчению геморроя. Смоченные соком салфетки прикладывают к проблемному месту до 3 недель. Затягиваются трещины, уменьшаются болевые проявления. Свежеприготовленным картофельным соком издавнонародные целители лечат трофические язвы и ожоги на теле. Картофель пропускают через соковыжималку или натирают, отжимают сок, на открытую рану жидкость наносят тампоном, сверху накладывают кашицу из картофеля. Боль утихает, раны затягиваются быстро очистить и укрепить организм с помощью сокотерапии – решение человека, который следит за своим здоровьем. Достаточно раз в год в течение 10 дней утром натощак выпивать по 12 столовых ложек сока, и эффект будет заметен на лице.